Существуем, бывает, только дураки, говорят, да. Я многое реализовал, но еще у меня очень много есть нереализованного. У меня много песен есть, которые не звучат, потому что мафия на каналах, бывшие фарцовщики, бывшие клерки, я не знаю, кто они такие, люди без музыкального образования, дельцы. Вот, поэтому, ну вот сейчас разговор идет о том, что вот Володя Киселев, там по поводу патриотического канала, это хорошо было бы, конечно. Я бы Киселев поддержал бы в этом стремлении, но там есть сопротивление большое. Потому что на самом деле то, что звучит в эфире, я бы назвал это на грани преступления. Потому что нам надо думать о молодежи нашей, думать о подрастающем поколении. А чему учат эти каналы, что звучит, что звучит по радио, какие песни. Даже музыка не для ног, а хрен его знает для чего. Вот, потому что, ну сколько я написал песен, «Служить России», которая стала гимном армии, да, или там «Тревожный вальс», или «Против третьей мировой». Кто знает песню «Против третьей мировой»? «Не будет ветеранов», «Не будет третьей мировой». Кто знает эту песню? У меня очень много песен и о родине, «Царевна Родина» мы с Паулсом написали. Ну, кто ее знает? Ну, вот два раза в Кремле прозвучит в моих двух творческих вечерах. Все. Эфира нет, они не возьмут, скажут, не формат. И я читал сейчас этого Кожевникова интервью, где он говорил, нет, мы денег не берем, только творчество, ложь. Я же знаю, мне говорили, сколько стоит звучание одной песни, если они берут 60 тысяч евро в месяц, три раза в день, чтобы тебе давали. 60 тысяч евро надо заплатить. Они преступники, они. Вот об этом и речь. Об идеологии, о государственной политике. Почему? Очень мягко. Это должны быть каналы, которые воспитывают патриотические чувства, которые говорят о родине, о людях достойных. Береги своих гениев, родину есть их, и они твою честь сберегут. Мы же не бережем, вот наш генофонд, он тонкий, талантливых людей, мы не бережем. Я был недавно у Евгения Доги дома, который написал гениальный вальс, ну, знаете, да, «Ласковые мы звери» и прочее. Мы вышли из квартиры, заплакали. Убогая, однокомнатная квартира у гениального композитора. Он не умеет зарабатывать деньги, авторские, вы знаете, как, воруют. Рима Казакова, кстати, Римочка Казакова. Ну, последние полгода я просто ей покупал лекарства, у нее просто денег. Наша великая поэтесса, женщина, в одном ряду, Сухмадуллин и с нашими замечательными поэтессами. Надо беречь. Ладно. А есть какая-то программа, вот у вас в голове сформировано, а что нужно делать в государстве, ну, помимо того, что просто выделять финансы, да? Это же так просто сказать, что... Ну, где выделять финансы? Ну, где? А что нужно делать, чтобы... Вот эта прослойка... Ну, гранты есть. Есть гранты. Ну, есть же, так сказать... Я не знаю, кто получает эти гранты. Деловые люди, наверное, которые получают гранты. А люди интеллигентные, которые не будут там пользоваться какими-то связями, там, пробиванием, они... Ничего у них не будет. Это поддержка должна быть государственная. Вот я, житель блокадного Ленинграда, потому что 41-42 год я жил в Ленинграде, да? У меня орден дружбы, орден почета и за заслуги перед Отечеством. Пенсия – 10 тысяч рублей. Классно, да? Вот, скажут, резник прибедняется. Я не прибедняюсь, я говорю правду всегда. Оппоненты мои дорогие. Вот. Ну, отдоха, видишь, чистенький такой. Коррупцию.